Зимний ежевик и порадует любителей гаджетов компания Research in Motion. Новый BlackBerry с 10-й операционной системой выйдет 10 января. Такая вот незамысловатая арифметика призвана обнадежить фанатов устройства. Компания планирует перевернуть рынок смартфонов. О том, какие вкусности таит в себе обновленная ежевика, расскажет Алина Темнова. Официальный релиз BlackBerry 10 намечен на январь-февраль. Разработанной компанией Research in Motion операционная система по сути не изменилась. А вот сам аппарат обещает быть как полностью сенсорным, так и гибридным. И сохранить для пользователей ставшую легендарной QWERTY-клавиатуру. Операционная система будет удобна именно для управления и касаниями пальцев, и клавиатурой. Клавиатуру еще называют интеллектуальной. Она сама подбирает нужное слово в зависимости от содержания текста и стиля беседы. А специальное приложение для камеры автоматически начинает записывать кадры за несколько секунд до момента съемки. Железо изменится, но останется прежним такой размер экрана, 4,2 дюйма. И, я бы сказал, останется эстетика, дизайн. За эту традиционность и ругают Рим. BlackBerry 10 – это замечательная операционная система, которую создают для инвесторов, не для людей. Потому что они заимствовали все у МИГО, МАЭМа, все, что могли. Назвали это звучным маркетинговым термином и попытаются в январе-феврале показать и сказать, что мы еще живы. Сейчас BlackBerry даже не во всех салонах сотовой связи есть. Зато покупатели охотно выбирают недорогие, но похожие на него, единственным очевидным преимуществом – QWERTY. Те устройства, которые были ранее, они были необычные, они были уникальные. Они даже создали своего рода сегмент рынка с QWERTY-клавиатурой. Но до России он докатился в очень простом варианте. То есть телефоны с QWERTY-клавиатурой в сегменте 3500. Для России BlackBerry – нишевый продукт. Уникальными сервисами пользуются только несколько сот людей, утверждают эксперты. А если так, то 400 из них работают в головном офисе крупного банка в Москве. Неограниченный трафик по территории России. Он включен уже в стоимость как почтовых, как всевозможных приложений. Удобная клавиатура, удобный touch screen. Для меня это очень удобное корпоративное устройство. Топ-менеджмент ждет от BlackBerry 10 прежде всего приложение для обработки документов, пока оно тестируется. Я могу ознакомиться, посмотреть, здесь поставить визу. И он пойдет дальше на согласование, не будет задержек, ожидая, когда я приеду из командировки, со встречи или что-то. И все же ежевечного будущего российскому рынку не пророчат. Но в начале следующего года можно будет собрать неплохой урожай из объективно хороших и недорогих смартфонов. Среди цены на смартфоны продаваем в России 9,5 тысяч рублей. В следующем году мы будем, ну мы думаем, что она будет не более 8. Недавно пользователи BlackBerry по-настоящему погрузились в темноту. Проблемы с доступом к сервисам испытывала Европа, Ближний Восток, Африка и Россия. Сбой произошел 21 сентября, в день выхода в продажу смартфона Apple iPhone 5. Я уверен, что это не совпадение. Я больше того скажу, прошлый blackout 3-4-дневный случился в выход iPhone 4s. Канадская фирма причины и ущерб не уточняла, сославшись на поломку коммутатора в сетевой инфраструктуре. Алина Темнова, Дмитрий Стародубский, Борис Брыкин. Вести.